В истории чемпионата это уже шестой турнир профессиональных вальщиков леса. 36 участников приехали в наш регион в этом году. Лучшие лесорубы из Московской, Нижегородской областей, Карелии, Чувашии, Удмуртии, Республики Марии Эл. За звание лучшего в профессии борются и местные лесорубы, команды девяти лесничеств региона. Наш регион славится уникальным природным богатством, знаменитыми брянскими лесами. Правительство Брянской области уделяет особое внимание развитию лесного хозяйства, защите лесов от пожаров или законных рубок, внедрению передовых технологий деревопереработки. Брянская область стала первым регионом, который за счет собственных средств полностью обеспечил обновление патрульной техникой. В рамке национального проекта «Экология» было приобретено 163 единицы лесохозяйственной и лесопожарной техники и оборудование на сумму свыше 88 миллионов рублей. Я бы очень хотел, чтобы в каждом регионе нашей страны лесная служба была полностью обеспечена техникой и всеми необходимыми средствами для произведения своей работы. От того, как бережно мы будем относиться к лесу сегодня, будет зависеть, какой воздух будет у нас в целом по планете завтра. Это будет зависеть от того, как бережно вы относитесь к своей работе, что оставляете после себя в лесу и насколько профессионально ее выполняете. Свой профессионализм участники должны были доказать в пяти упражнениях. Самый зрелищный и, безусловно, самый трудный этап – валка деревьев. Прошлогодний победитель в командном зачете Андрей Азарин. К соревнованиям готовился целый месяц. Но в последний момент нервы его все равно подводят. Не попал в пол, а так все нормально. Тут все, надо соблюдать параметры. Глубина под пилой, не до пилой. И чтоб не перевести планку прицельную. На этой площадке определяют лучшего в раскрыжевке. Задача лесоруба – совместить верхний и нижний резы. Поверхность диска при этом должна быть идеально ровной. Судьи учитывают все нюансы – скорость, точность, качество. Как и большинство конкурсантов, своим выступлением Сергей Трошин не вполне доволен. Тоже помешало волнение. Но победа, считает, тут не главное. Важнее бесценный опыт. Соревнования дают очень многое. Кто работает в лесу непосредственно с бензопилом. Но очень много дают. Скажу, я это знаю просто по себе. Сюда тоже приходится в лесу бензопилами. И дороги пропили, там еще что-то. Такие вот работы. Чтобы не осталось ни капли масла, Оксана тщательно протирает каждую деталь бензопилы. Даже такие мелочи, говорит, могут повлиять на скорость сборки и разборки инструмента. Это тоже конкурсное задание. Правда, тут, признается участница, она не фаворит. Пока ее рекорд – 23 секунды на замену цепи. Есть люди, которые меняют за 11 секунд, за 12. Для меня надо еще стремиться к этому, чтобы прийти к такому результату. На брянские соревнования Оксана приехала из Ёжкоролы. Она работает в лесхозе инженером по охране и защите леса. Коллеги предложили попробовать свои силы на чемпионате. Так хрупкая девушка впервые взяла в руки пилу. Поначалу сложно было все, но больше всего, как я боялась, это валить дерево. Ну а сейчас уже ничего, тренировки, и как бы все начало получаться. Что-то лучше, что-то хуже, но я буду стараться работать над собой, чтобы все получалось еще лучше. Надеюсь, когда-нибудь я займу первое место. Профессия лесорубов всегда считалась делом крепких и выносливых мужчин. Впервые в этом году в областном чемпионате соревнуются девушки, во многих компетенциях ничем не уступая сильному полу. Отдельный зачет предусмотрен для именитых гостей турнира – призеров российских и мировых состязаний. Чемпионат с каждым годом расцветает. Мы выходим на уровень практически чемпионатов России. К нам приезжают участники заслуженные, почетные, то есть у нас есть даже участники чемпионата мира. Здесь хорошие, собрались самые, можно сказать, самые лучшие вальчишки из России. Не все, но большинство. Это будет как маленький чемпионат России. Повысить престиж профессии и интерес к лесному делу молодых специалистов. По словам организаторов, главная цель чемпионата. Плюс к этому конкурсантов всегда ждут интересное общение, обмен опытом, совершенствование навыков и рост мастерства. Елена Бочкарева, Игорь Винничук. События. Брянский район.